Дорогие товарищи, вот просто спешу лечу поделиться. Уверен, такого вы еще не видели. По всему видать, это славно известный Хердеровский туз за номером 77, который имеет особую сталь лучшего качества на клинке, имеющий французскую лицензию. В чем, собственно, прелесть? Данная бритва имеет абсолютно нетронутый первозданный вид. Я с ней ничего не делал, именно для того, чтобы вы могли обратить внимание на то, в каком сохране эта вещь поступила. Она в масле, вот здесь имеет крошечный микросколик, без никаких трещин и так далее, пока ничего не убирал. Скрещенные ключи, французская лицензия, номер 77, специальная сталь, лучшее качество и еще, опять же, такие скрещенные ключи. Вот такое изначальное состояние. Вот такое глубокое травление, с позолотой. Очень тяжелый массивный экземпляр, 21 миллиметр, 7 восьмых. Ничего не делал по одной простой причине. Быть может, я уверен, есть среди нас любители изначального состояния, коллекционного. Вот она, вашему вниманию. Для того, кто хочет приобрести ее в изначальном состоянии, пакую, отправляю. Если есть желание, дабы бритва была подготовлена, естественно, я смываю вот эту вот смазку, убираю микроскол, бритву затачиваю, полирую оправу. Цена вопроса 120 долларов. Прошу любить и жаловать. Мне кажется, роскошный вариант в коллекцию будет так или иначе. Такого туза 100% я даю вам, ну, редко кто видел, если видел кто-то вообще. На этом пока все. Еще не прощаюсь. У меня будет на сегодня, как минимум, еще один репортаж с бритвой, которая, если честно, взорвала мое подсознание. Там даже я зачитаю историческую справку. Будет крайне интересно для нас, для всех, для людей, которые заинтересованы тем, как оно развивалось. Имеется в виду развитие бритвенной промышленности, а в частности, это стали, из которых бритвы делались. И вообще, как оно все было интересно и запутано, и увлекательно. Итак, по этому вопросу все. Обращайтесь. Либо могу предложить, опять же таки, вот так, как она есть. То есть, абсолютно исконное состояние. Либо могу подготовить и, в общем-то, естественно, в ту же сумму отдать. Вот такая ситуация. Все. Желаю здравствуйте и радоваться. До скорой встречи в эфире. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...